Девушки отдыхают Какой ужас Дядя Дядя, ты в порядке? Саваш Дядя Куда ты пошла? Что тебе делать среди перестрелки? Отпусти меня Пусти Пусти Саваш Дядя, ты в порядке? В порядке, в порядке Господин Саваш С нами все нормально Что случилось? Кто-то стрелял? На улице стреляли В любой момент может произойти все, что угодно Глядите в оба Увеличьте охрану Хорошо, господин Саваш Скорее домой Скорее домой, поехали Поехали Бура, пожалуйста Назан, подожди, не глупи Пожалуйста Ты бредишь Что происходит? Что случилось? Мы вдруг услышали выстрелы Господин Хакан Люди открыли огонь по господину Савашу Они скрылись до того, как мы выбежали Друзья Здесь может быть опасно Пожалуйста, зайдем внутрь Верно, вы правы Хорошо Как Саваш и его дядя С ними все в порядке Они сразу сели в машину и уехали Записали номер машины К сожалению, нет Все произошло очень быстро Что происходит, сынок? Ты видишь, дядя? Они не остановятся Мураны начнут кровную выражду Примите меры предосторожности В случае нового нападения Не спускайте глаз с камер Слушаю, Эшреф Как обстановка дома? Все так же, а что? Усильте охрану Прикройте все тылы Поезжай к Ясмин и охраняй ее Я загляну домой и сам скоро приеду Эшреф, пришли машину в школу Пусть заберут детей Как прикажешь Исмаил Слушаю, господин Немедленно собирай всех Это сделали балдары Расходитесь Все, поезжайте домой Живо, живо, уезжайте Увезите детей и женщин Садись, пусть себя отвезут домой А ты? Мне нужно остаться и разрядить обстановку Брат Будь осторожен, умоляю Хорошо, поезжай, Чичак Садись Отвезите ее домой Хорошо Вставай, сестренка, поднимайся Давай, давай, вставай Вставай Поднимайся Вставай, вставай, я отвезу тебя Дома все в порядке? Хорошо Пока, дядя Мы должны быть на чеку Если домашним Ильяс Мин причинят вред Слушаю, Кокан Саваш, что случилось? Вы в порядке? Где вы? Все в порядке, мы едем домой Кто эти люди, Саваш? Я не знаю Просмотрите записи видеокамер Пусть опознают машину Сообщите полиции и адвокатам Хорошо, я все улажу Скорее, скорее, бегите Ариф, охраняйте дом Конечно Халиль, ступайте на задний двор Хорошо Исмаил, усилим охрану ворот Где остальные? Едут, брат Я полагаюсь на вас Стой Папа скоро приедет, сынок Идем Наденем красивую одежду И будем ждать, ладно? Пошли Наш договор здесь, Евгия Алло, Сергей Как дела? Как самочувствие? Неплохо Нужно подписать договор с Джойдой Ты приедешь? Я приеду, Севге Но мы ждем Саваша Привози Умера Порадуемся немного А с Савашем вы встретитесь здесь Хорошо, я через час буду у вас Хорошо, милая, до встречи Иду, иду Что это такое? Я так испугалась Интересно, кто это сделал Это какие-то кредиторы? Что им нужно? О боже мой, какой ужас Удачи на работе, друзья Кто это? Муж госпожи Назан Слушаю вас, господин Бора Что здесь происходит? У вас что, нет работы? Что такое? Ну, случилась перестрелка Все сразу должны бросать работу? Давайте, друзья Живо расходитесь Расходитесь Возвращайтесь к работе Дочка, а ты вместо того, чтобы так смотреть Позвони в полицию Я уже позвонила, господин Бора Господин Хакан дал задание Мало у нас забот Так приходится еще воспитывать персонал компании Это и компанией не назовешь И шеф уехал? Уехал, господин Хорошо Задний двор под наблюдением? Под контролем Мы расставили там много охраны Что случилось? Почему вы вернулись? Разве вы не собирались в ванн? Нас обстреляли, сестра Что? Молодец Мой сынок вырос и идет с мамой на работу Молодец Госпожа, зайдите в дом Что? Зайдите в дом, скорее Почему? Вам сегодня лучше не выходить Это просьба господина Саваша Почему? Что происходит? Ничего не случилось, госпожа Но господин Саваш посчитал, что так будет лучше Что это значит? Ради вашей безопасности Случилось что-то плохое? Савашим что-то случилось? Нет, госпожа, он в порядке Господин Ашереф, что происходит? Пожалуйста, скажите правду Господин скоро приедет, госпожа Он сам расскажет Ну зайдите в дом Савашим что-то случилось? Не плачь, маленький, не плачь Идем, Пала, идем Слушаю, дядя Аббас Люди в тяжелом положении Как в тяжелом? Говори, дядя Аббас Как сказать? Наши обстреляли главу Явуза, когда они ехали на похороны Что? Дорогая Саваша, что происходит? У двери люди Не бойся, милая Нет повода для паники В чем же дело? В ванне обстреляли Моранов, Ясмин Я на всякий случай, чтобы защитить вас Это... я... Дорогая, послушай Это только меры предосторожности Все в порядке Хорошо, если все в порядке Тогда я поехала Ясмин, не нужно Подожди меня Я сейчас приеду Это дело рук Моранов Они не могут жить в мире О, Всевышний, береги наших детей Сестра, хватит Не подливай масла в огонь Итак, происходящее Дядя Завтра утром приедет дядя Абас Положение в ванне очень тяжелое Люди открыли огонь по траурной процессе Моранов Проклятье Все становится только хуже Нам нужно срочно решать проблему, дядя Да, иначе они не успокоятся И наши, и они тоже Я сейчас поеду к Ясмин Они знают Ясмин по газетам На всякий случай Дом на твоем попечении Я буду здесь, не беспокойся Сынок, сейчас не время Поговорим, и ты поедешь О чем тут говорить, мама? В конце концов, два клана поссорились Ты довольна? Что? Саваш, ты соображаешь, что ты говоришь? Я прекрасно понимаю, что я говорю, мама Из-за того, что ты сделала Ты и Ахмед Муран Снова проливается кровь Ты понимаешь это? Ты видишь, какие беды сваливаются на нас Если все скрывать от меня И поступать как вздумается? Саваш Сынок Мы на месте преступления, комиссар Расследование продолжается Да, господин полицейский Они приехали с той стороны Стой Да, и скрылись в той стороне Мы собираем сведения Насчет произошедшего Отмотай назад Нет, 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 еще немного Стойте, стойте Дайте посмотрю Нет, это не они Продолжайте Давайте дальше Промотай, промотай Еще немного Остановись Стой Вот эта машина Да, они открыли огонь Бора Дорогая Дорогая Она намучилась Наша семья переживает трудные времена Дорогая 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 Проблем нет? Нет, господин. Она дома? Да. Собиралась уходить, я не пустил. Правильно. Идем. Кто там? Это я, Ясмин. Дорогая, не бойся, милая. Не бойся. Иди ко мне. Сынок. Я забеспокоился, когда в ванне возникли проблемы. Я хотел принять меры предосторожности. Вот и все. Потому что ты чего-то боишься. Это не из-за страха, Ясмин. Я берегу вас, как зеницу ока. Естественно, что я хочу защитить вас. Нет, неестественно. Это неестественная жизнь. От кого хочет защитить человек, любимую женщину и своего ребенка, приставив к ее двери человека? Что происходит? Дорогая, успокойся. Ты сама знаешь, что происходит. Мой брат убил человека, с которым мы враждовали прежде. Вдобавок главу клана. Что здесь странного? Мой брат убил человека. Какая кровная вражда. Я не понимаю этого. Я не понимаю, когда люди по очереди убивают друг друга. Я не жду, что ты поймешь, Ясмин. Но как жаль, что с нами случилось это. Я не хочу бояться за тебя, будучи в ванне. Я люблю свою женщину и своего сына. И хочу, чтобы вы были в безопасности. Это слишком? Да, слишком. Мне надоели эти кланы, войны. Нет, ты не поедешь ни в какой ванн. Я не хочу, Саваш. Не хочу, мне страшно. Я глава своего клана, Ясмин. Ты глава нашей семьи. Разве мы не твоя семья? Ясмин. Я не права. Если ты беспокоишься за нас, если мы твоя семья, тогда будь рядом с нами, защищай нас. Дорогая, пойми, умоляю тебя. Я должен ехать. Нет, ты не должен. Ты ждешь, что я отпущу тебя на войну? Все хорошо, малыш. Все хорошо. Все хорошо. Какое право ты имеешь заставлять нас переживать это? Ты бросаешь не только меня. Посмотри на нас. Что не так, сынок? Поцелуй папу. И сюда поцелуй. Нет. Не слышит, наверное. Если она не придет, или у нее претензии ко мне, то скажите, пожалуйста, откровенно. Мы ничего не скрываем, Джейда. Я сама не знаю. Сынок, смотри, кто это? Ну-ка. Ты долго там пробудешь? Не очень. Максимум пару дней. Ты побережешь себя? Не волнуйся, любимая, прошу тебя. Я поеду, узнаю, как обстоят дела, наведу там порядок и сразу приеду, обещаю. Но ты тоже дашь мне слово. Пару дней не выходи из дома, пожалуйста, пока я не вернусь. Хорошо. Эсмин. Что? Я дам Умеру свою фамилию. Каким образом? В его свидетельство впишут твое имя? Он твой и мой сын. Наш общий. Значит, в свидетельстве это должно быть указано. А твоя мама? Умер мой сын, а ты моя жена. Все узнают об этом. Все поймут это, родная. Эсмин. Если бы мне не нужно было ехать, стал бы я бросать тебя. Разве я брошу тебя? Разве я смог бы это сделать? Я так люблю тебя. А я вас. Дорогой. Иди. Иди сюда. Смотри, малыш. Смотри, смотри. Малыш? Кто это? Папа? Мама! А это мама? Мама. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я очень люблю вас. Очень. Мне страшно. Не надо так, умоляю. Иди ко мне, маленький. Пока. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Опа. Алло. Ясмин, где ты? Ты же обещала приехать через час. Я не смогла, Севге. Не смогла выйти из дома. Мы должны подписать соглашение, Ясмин. Что ты делаешь? Мы должны поскорее начать заказ торгового центра. Ладно. Я понимаю. Но по личной причине Саваш не хочет, чтобы я выходила из дома. Что? Как это? Что значит не хочет? Севге, пожалуйста. А завтра ты приедешь? Нет, я приеду через пару дней. Что значит через пару дней? Господин Саваш не хочет, чтобы ты выходила из дома, и мы должны подстраивать дела под настроение Саваша? Нет, Севге, это не так. Саваш разрешит, будем работать. Не разрешит, не будем работать. Что с ним происходит? Все, что с нами случилось, случилось по его вине. Не надо, так умоляю. Я не говорю, что не приеду. Я правда не могу приехать. Все не так, как ты думаешь. Пожалуйста, не приезжай, Ясмин. Не приезжай. Добрый вечер, господин адвокат. Это Саваш Балдар. Слушаю, господин Саваш. Вы можете приехать сегодня вечером к нам домой? Конечно. Добрый вечер, господин адвокат. Кто там? Это я. Что происходит? Ты закрылась на сотню замков? Добро пожаловать. Я пришла без предупреждения. Ты не занята? Проходи, проходи. Проходи. А где маленький глава? Спит в своей комнате. Ну, рассказывай. Как проходит беременность? Ты капризничаешь? Просишь у Саваша заморские фрукты? Я еще не сказала. Я не хотела говорить в спешке. Мы не переживали в месте рождения Умера. Я хочу, чтобы это был особенный момент. Романтический сюрприз? Выпьем кофе. С удовольствием. Все как бы скучно, дочка. Я закончу счета, и мы сразу поедем. Папа? Да. Тетя Чичак очень расстроилась, правда? Да, крошка, очень. А сейчас ей лучше? Думаю, что лучше. И будет еще лучше. Постепенно. Обязательно. Знаю. Как и тебе было легче. Со мной было так же? Когда мама умерла, я тоже кричала. Машину обнаружили. Она брошена, господин Саваш. Она украдена. А люди? Внутри, к сожалению, никого не было. Они давно сбежали, конечно. Господин адвокат. Я пригласил вас по другому поводу. Слушаю вас, господин Саваш. У меня есть сын. Но мы с его матерью не женаты. Я хочу дать ему свою фамилию. Что я должен сделать? Все сошлось. Но я все равно скажу пару слов. Хорошо, милая. Что случилось? Я вижу очень симпатичного мужчину. Кто, не знаю. Я тоже. Ты держишь в руках его сердце. Тебе очень повезло. Кто там? Это я, Севги. Где ты пропадаешь? Где? Я дома. Ваш путь очень светил. Смотри, смотри, я вижу ребенка. Очень скоро. Да, да. Добро пожаловать, милая. Кажется, я побеспокоила. Ты сказала, что не придешь на работу, но я смотрю, ты начала принимать дома? Нельзя так. Не вмешивайся. Севги, я все сказала. Я сказала, что не могу выйти из дома. Почему не можешь? Почему ты не можешь выйти из дома? Глава Саваш запер тебя дома. Приди в себя. Тебе не нравится же и да? Если не нравится, тогда возвращайся к работе. Ну, если все в порядке, подпиши документы и дело с концом. Я не пришла ни потому, что не хотела. Да, партнерство это слишком. Но я бы пришла и подписала бы. Тогда подписывай. Держи. Я давно должен был дать Омеру свою фамилию. Мы сегодня могли умереть. Если бы со мной что-то случилось, сын остался бы ни с чем. Ты прав. Он твой ребенок. А твоя мать? За это во мне теперь нет дела. Значит, охранники всю ночь не будут спать? Севги даже не выслушала меня. Я говорю, что не могу выйти из дома, а она не спросила, почему. Прекрати ясногласка. Не думай о них. Но сильно не доверяй им, прошу. Забудь о них. Лучше подумай, как скажешь Савашу о ребенке. Саваш даст Омеру свою фамилию. Супер. Я очень рада. У тебя такие новости, а ты не рассказываешь. Я не знаю, какую из них рассказывать. Заметно. Но это, конечно же, отложит брак в долгий ящик. Ясмин, какое нам дело до штампа в паспорте? У вас такая душевная связь, такая любовь. Много детей. У меня тоже есть новости. Какие? Я продаю бар. Зачем? С чего ты так решила? Ну, например, вчерашнее происшествие. Со мной так часто случается подобное, что мне это надоело. Я поговорила с Хаканом, он сказал, закрывай бар, у меня есть покупатели. Я позвонила ему этим утром. Сказала, что продаю. Завтра продам. Брат, я не хочу ехать в тот дом. Я не хочу жить в одном доме с убийцами папы. Умоляю, не отвози меня туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать, господа. Здравствуй. Но кажется, вы не с добрыми новостями пришли. Дядя Аббас, вы не смогли успокоить клан? Господин, это не дело рук клана. Это знакомые тех, кто умер в результате ночного набега на деревне. Они сделали это, никого не предупредив. Мы прибежали, как только узнали, но это уже случилось. Прости, господин. Какова сейчас обстановка? Тот, кто совершил налет, сами сдались жандармам. Страсти поутихли. Умоляю, позволь, я разведусь, брат. Саваш мне не муж. Он ни разу не прикоснулся ко мне. Папа знал, что это я донесла на него. Он бы убил меня. Поэтому я осталась в том доме. Умоляю, не отвози меня. Пожалуйста. Щичек, идем со мной. Брат. Брат. Смотри на этот бассейн. Что он тебе напоминает? Ибрагима. Да, Ибрагима. В этом бассейне родной отец утопил нашего брата. Что? Ну как? Папа? Ибрагима? Это правда, Чичек. Ибрагима убил наш отец. Нет, брат. Я не поверю в это. Я не могу поверить. Нет. Хватит уже. Он был таким человеком. Из-за горя ты не видела правды. Разве он не стрелял в тебя? Не он в юном возрасте заставил меня убить человека и стесть в тюрьму. Мало того, что он сделал с нами при жизни, так он еще и разжег своей смертью кровную вражду. Ты видела, что было вчера в ванне? А в Стамбуле обстреляли полусса вашим. Что? И это только начало. Как только мы оборвем родственные связи, тогда наших никто не удержит. Мураны тоже не успокоятся, пока не отнимут у Саваша и Мустафы жизнь. Потом очередь дойдет до нас. Нет. Нет. Кем из нас ты пожертвуешь, Чичек? Мной или Яхьей? Брат, что ты такое говоришь? Чичек. Чичек. Я говорю тебе, что нас ждет. А теперь сама прими решение. Ты моя сестра. Если скажешь, я не пойду, я не стану принуждать тебя. За тебя я с радостью жизнь отдам. Мама, я пару дней буду работать дома. Тебе не нужно приходить, ладно? Ты отдохни немного. Хорошо, дочка. Мама, я дома, меня защищает мой мужчина. Он расставил вокруг дома своих людей. Правда? Не издевайся, Пелин. Что ты делаешь, маленький глава? Ты смотри на него, смотри. Вылитый, папа. Скоро у тебя будет братик или сестренка. У тебя будут конкуренты. Алло? Сегодня? Поняла. В одиннадцать удобно? Договорились. Насчет бара. Ура, свобода. Назан, сколько раз повторять? Господин Саваш не замораживал счета. Компания правда в трудном положении. После истории с продажей наркотиков, к нам пропало доверие. С тех пор от нас сбегают клиенты. Кредиторы и банки взяли нас за горло. Госпожа Диля, ты только Назан можешь обмануть. Мне это не рассказывай. Это старые уловки делового мира. Назан не знает этих номеров. Господин Бора, прошу, выбирайте выражение. Бора, пожалуйста, любимый. Да, пять миллионов долларов. Сегодня будут у нас. Ты слышала, Назан? Госпожа Диля, вы специалист по обману. Поздравляю. Чуть не убедили меня. Это деньги господина Хакана. Они не принадлежат компании. Это смешно. Компания разоряется, а у генерального директора есть пять миллионов долларов. Зря стараешься. Мы все слышали. Пойдем, жизнь моя. Но ты даешь, Диля. Стыдно должно быть. Исмаил, слушаю, господин. Мы оставляем на тебя дом. Я отвечаю за него головой. Как вам не стыдно приезжать сюда? Мало того, что вы начали кровную вражду, так она еще и жить в нашем доме будет. Забирай свою сестру. И уезжай отсюда, Явус. Я сам не хочу оставлять сестру в доме убийцы моего отца. Но если вы не хотите, чтобы пролилась кровь, дочка Моранов должна остаться в доме Балдаров. Иначе ни вы, ни я не сможете остановить кровопролитие. Чичек останется здесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Во вчерашнем происшествии клан не повинен, я знаю. Тот, кто напал на село, пошел и сдался жандармам. Знаю. Но все равно. Тебе ничего не нужно делать, Саваш. Кстати, только что я выяснил личности тех, кто открыл по вам огонь. Правда? Это ваши люди? Да. Но это не решение клана. Они действовали самовольно. Если хочешь, я выдам их тебе, и ты поквитаешься с ними. Или сдашь полиции. Я не хочу, чтобы эта история продолжалась. Я тоже не хочу. Благодаря Чичек об этих происшествиях забудут. Но мы все равно должны быть очень осторожны. Наша самая малейшая ошибка станет причиной кровопролития. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это наши данные о партнерстве. Значит, наконец-то Ясмин подписала их. Она бы и так сделала это. Произошла небольшая заминка. Сначала ты или я? Какая теперь разница? Тогда держи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все. Поздравляю с заключением партнерства. Поздравляю. Поздравляю. Прошу. В чем дело, Неслихан? Эти господа судебные исполнители. Что? Они хотят поговорить с уполномоченным лицом. Господина Хакана нет на месте. Можете расписаться здесь, как партнер компании? Нет, нет, нет. Мы не будем расписываться. Мы торопимся. Мы и так не имеем к компании никакого отношения. Мы просто так зашли. Идем, жизнь моя. Всего хорошего. Поразительно. Ничего не понимаю. Мне очень надоела эта ситуация. Ты прав, сынок. Поехали, не теряя времени. Заваш, оставайся. Одного из нас будет достаточно. Ни в коем случае, дядя. Я не отпущу тебя одного. Сынок, обстановка разрядилась. Я еду, чтобы собственными глазами убедиться. Пусть лучше здесь будет кто-нибудь из нас. Слушаю, Хакан. Заваш, у нас проблемы. Можешь приехать в холдинг? Что случилось? Здесь судебные исполнители. Что? Сейчас буду. Что стряслось? В офис приехали судебные исполнители. Ван все равно поутих. Оставайся здесь. А я съезжу туда. Завтра пойдете и сдадитесь полиции. Как прикажешь, глава? За свои семьи не беспокойтесь. Пока вы будете сидеть в тюрьме, я позабочусь о них. Спасибо тебе, глава. Пришлите ко мне, Рисула. Сейчас. Есть еще это. Это слишком примитивно. Ты не можешь показывать клиентам такую дешевку. И цвета ужасные. Посмотрим другие. И вы считаете себя креативной командой? Севги, как ты могла работать все это время с такими сотрудниками? А что? Что не так, Джейда? Они бездарны. То, что они делают, очень примитивно. Просто. Ну и Джейда, послушай. У меня есть отличная команда. Все талантливые ребята. Я приведу их, и ты лучше поймешь, что я хотела сказать. Ты вызывал меня, глава? Рису. Мы утопили Ибрагима в этом бассейне, верно? Полезай в бассейн. Глава. Я прошу тебя, умоляю тебя. Глава. Глава, не делай этого. Глава, пощади меня. Смилуйся, глава. Глава, прошу тебя. Глава, пощади меня. Глава, пощади меня. Что происходит? Пришли судебные исполнители, господин Саваш. Знаю, где Хакан. Не знаю. Ушел в спешке. Ушел? Как он мог уйти в такой момент? В данный момент абонент недоступен. Телефон отключен. Адем! Приказывай, господин. Убери его. И закройте дом. Как прикажете. В данный момент абонент недоступен. Вы можете оставить сообщение после звукового сигнала. Где ты, Хакан? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эльхмет! Шагай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господин Саваш, здесь будет проводиться опись. Если вы не возражаете, мы начнем выносить вещи в других кабинетах. Возражаю? Я возражаю. Вы ничего не заберете. Оплату произвели. А это вычеты. Прошу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да? Похоже, что так. С вашего позволения. Нужно зафиксировать это в бюро. Прошу. Каким образом? После разговора с тобой мне позвонила служба по расследованию финансовых преступлений. Пять миллионов долларов оказались чистыми. Но я бы не успел получить деньги. Я сразу позвонил Пелин. Она заняла мне деньги, вырученные от бара. От бара? Я продала бара, милый. Я позвонила Хакану и рассказала. Спасибо, Пелин. Ну что ты, не преувеличивай. Хакан сразу вернул деньги, как только получил их. Деньги перечислены. В таком случае мы прекращаем опись. Простите, это наша работа. Ну что поделаешь. Доброго дня. До свидания. Прошу. Слушай, Аннелла. Госпожа Ясмин. У нас происходят очень странные вещи. Что случилось? Кажется, нас увольняют с работы. Госпожу Джейду никто не устраивает. Она приведет свою команду. Минуту. С чего ты это взял? Хорошо, Аннелла. Ты не расстраивайся. Я завтра приеду в агентство. Ладно? Ладно. Ну и? Когда отпразднуем? Возьмешь с собой Ясмин и вместе поедем ужинать. Да, мне нужно ехать к Ясмину. Спасибо вам обоим. Возьмешь с собой Ясмин. Как дела, Ишлев? Глава, есть одна проблема. А я как раз ищу тебя. Туршуль сидит здесь. Глава, мне надоело сидеть здесь, как в тюрьме. Когда меня выпустят? Глава, мне надоело сидит здесь. Пленница свободна. Ты не поедешь в ванн? Пока опасность кровной вражды миновала. Необходимость ехать в ванн отпала. Не уезжай. Никуда не уезжай. Любимая, я здесь. Мы вместе. Вместе. Сынок, ты не притронулся к еде. Послушай, тебе нужно кушать, чтобы вырасти. Покормить тебя? Иди. Иди к бабушке. Пошли. Завтра мы уладим дела с фамилией Омера. Поехали, отметим это. Мне надоело второй день сидеть дома. Милая, я не могу поехать. Почему? В машине сидит проблема, которую я должен уладить. Какая проблема? Мехмед. Что? Эшрёв поймал его у твоего дома. Он ждёт меня. Наконец-то мы освободимся от него. Да. Любимый, не делай ничего, что потом навредит тебе. Он не стоит того. Ты права, любимая. Этот человек того не стоит. А ты стоишь. Али, слушаю, господин. Ты поведёшь мою машину. Будет исполнено. Не как вам? Очень вкусно. Будь честен. Правда, очень вкусно. Говорят, что я хорошо готовлю. Тебе нравится, Лера? Разве можно не любить лазанью, милая? Я поражена. Значит, это не ложь, что у них нет денег? Ты поверила в эти сказки об описи? Какая ты наивная. Бора, перестань, пожалуйста. Это случилось у нас на глазах. Назан, я много лет занимаюсь бизнесом. Я прекрасно знаю эти проделки. Ясно, что они не заплатили три копейки, чтобы привезти исполнителей. А кто, ты думаешь, открыл огонь? Кто? Конечно, кредиторы. Неужели бы они не отдали тебе долги из-за пяти миллионов долларов, если бы хотели? Но они не отдадут их, потому что они делают вид, мол, к нам пришли исполнители, у нас денег нет. Ты так думаешь? Конечно. Почему ты думаешь, я помешал тебе расписаться в уведомлении об описи? Почему? Чтобы они видели, что мы не купимся на их номера. Знаешь, может, и исполнители были ненастоящими. Просто припрятали где-нибудь пару компьютеров. Я не предполагала, что они так не ископали. Завтра поедем в холдинг. Я душу отдам за это дело. Я не позволю им разбазарить твое имущество, чтобы они не считали тебя дурочкой, Назан. Дорогой мой, хорошо, что ты есть. Дорогая. 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 Я тебе говорил, чтоб ты больше не появлялся. Я говорил тебе не околачиваться возле моей семьи. Говорил или нет? Я прибью тебя, грязный подонок. Не бей, не надо. Здесь даже трупа твоего не найдут. От тебя и следа не останется. Хорошо. Я уеду отсюда. Не надо. Не надо. Я покажу тебе, что значит преследовать Ясмин. Прибить тебя! Прибить, скотина! Идь! Вставай! Голова! Не убивай его. Не отнимай жизнь, дарованную Всевышним. Забери его и шлиф. Оттащите его куда-нибудь. Я очень соскучилась по моему мальчику. Душенька, ты моя. Мама, я ухожу. Побудьте немного вместе. Хорошо, дочка. Всего хорошего. Не переживай за меня. Ух! До встречи, дорогой. Умер. 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 Ласточка, ну-ка иди ко мне. Смотри. Ну-ка возьми. Поиграешь? Ну-ка дуй. Слушай, милый. Как дела, любимая? Нормально. Иду в агентство. А мы во сколько поедем? Как можно скорее. Сейчас, немедленно. Ладно, дорогая, я приеду. Я позвоню адвокату, он через полчаса будет там. Я тоже скоро подъеду. Хорошо, договорились. Добро пожаловать, госпожа Назан. Мы не с добром пришли, господин Хакан. Как я вижу, никакие исполнители не приходили в холдинг. Да, в последний момент… А что случилось? В последний момент произошло чудо? Или откуда-то поступили пять миллионов долларов? Послушайте, нет смысла спорить. Мы немедленно хотим изучить счета. Госпожа Диля, попросите, пожалуйста, принести счета. Не могу, господин Бора. Я не разрешу смотреть вам счета без позволения господина Саваша. Почему? Вы что-то скрываете? Госпожа Назан – партнер в этой компании. Что значит «не принесу»? Вы обязаны принести. Минутку. Слушаю. Хорошо, соединяй. Да, слушаю. Правда? И кто это был? Понимаю, благодарю. Этим утром сдались люди, которые устроили стрельбу. И кто они? Махмуд Моран, Вилли Моран, Фарук Моран и Митин Моран. Здравствуйте. Господин Саваш, есть очень важные новости по делу Мустафы. Мне нужно срочно поговорить с вами. Вы можете приехать? Понял. Я смогу приехать только через полчаса. У меня сейчас очень важное дело. Хорошо, я жду. Добро пожаловать, Ясмин. Здравствуй. Есть тема, о которой я хочу поговорить с тобой. Да. С такими сотрудниками невозможно выполнять такие крупные заказы. Это предельно ясно. Мы довольны нашими сотрудниками. Мы все это время прекрасно справлялись с делами. Верно, Севги? Да, но их работа налицо. Я говорю это во благо агентства. Сотрудники неквалифицированные. С ними не сработаться. Джейда права, Ясмин. У нас с ними нет проблем, Севги. Кроме того, не ты принимала этих сотрудников на работу, Джейда. Они не уйдут, потому что ты этого захотела. Что случилось? Ты же говорил, что стрелявшие кредиторы. А это родственники Ахмета Мурана. Жизнь моя, не говори глупостей. Это все уловки. Какие уловки? Полицейские позвонили в нашем присутствии. А если они обстреляют дом? В том доме мой сын, понимаешь? Я немедленно поеду и заберу Бурана. Любимая. Только вчера они плакали, что у них нет денег. И вдруг появилось 5 миллионов долларов. А сегодня они придумали эту уловку. Они хотят напугать нас несуществующими врагами. Они хотят, чтобы мы не приходили сюда. Ты правда не понимаешь этого? Доверься мужу, жизнь моя. И все будет прекрасно. Хорошо. Распишитесь здесь, пожалуйста. Все, кажется. Да, все. Спасибо. Мне нужно ехать, господин Саваш. До свидания. Я очень люблю тебя, глава. Жизнь моя. Приезжай вечером. У меня для тебя сюрприз. Сюрприз? Какой сюрприз? Скажи сейчас. Сейчас нельзя, иначе не будет никакого сюрприза. Ты приезжай вечером. Во сколько приехать? Как можно раньше. Ты сможешь прожить без меня до вечера? Нет, не смогу. Я поехал. Подожди, я тоже выхожу. Всего хорошего. До свидания. Пока. Спасибо. Я приехал, сынок. С приездом, дядя. Спасибо. Где ты? Чем занимаешься? Звонил адвокат Мустафы. Если хочешь, встретимся у него. Ладно. Я скоро приеду. Жду. Пока. Увидимся вечером. Этого не слишком много для двоих. Так нужно. Я хочу устроить что-то особенное. Пелин. Пелин. Да. Можешь сходить со мной к парикмахеру? Сумасшедшая. Конечно схожу. Поехали. Я нашел парня, в которого якобы стреляли той ночью. Как это? Ну и ну, где же он был? Он живет вместе с семьей в Германии. И что важно, если он даст показания в желаемом для нас ключе, мы сможем добиться уменьшения наказания для Мустафы до пяти лет. Это отличные новости. Правда, дядя? Как и сказал дядя Аббас, похоже, напряжение в Ване стихает. Хорошо, если так. Только этой беды нам не хватало. Но мы все равно какое-то время должны быть на чеку. Обстановка накаленная. Все напряжены. Каждый клан ждет любого малейшего движения. Мы ничего не будем предпринимать. Будем тиши воды. Если они что-нибудь предпримут, не будем отвечать. Пусть наказание назначит правосудие. В подробностях расскажешь мне о каждом мгновении вечера. Договорились? Хорошо, не переживай. Как мне переживать? Я лопну, если ты не позвонишь. Ладно, обещаю, что позвоню. Хорошо. Позаботься о малыше. И сама не утужда себя. И много раз поцелуй от меня малыша, как скажешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Саваш Можно тебя на минутку? Нам нужно поговорить, Саваш ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы следите за ним? Да, но в трансляции могут быть помехи из-за движения. Пусть, пусть. Не спускайте с него глаз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как дела? Ты же обещала звонить. Он не пришёл? Ты поражаешь меня. Не пришёл, конечно. Он приедет вечером. Как это волнительно. Даже часа не прошло, как мы расстались. Ладно, я ещё позвоню. Но ты звони, сообщай мне новости, хорошо? Хорошо, сообщу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, вот где твоя тайная берлога. Никто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать в никуда, сынок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И поедешь в Иран, Саварш. В Иран? Зачем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поедешь и привезёшь нам Бешира. Мы же уже обсуждали это с тобой. Вы не говорили мне о поездке в Иран. Бешир следит за тобой, Саварш. Сам убедись. Включи, сынок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, за кем он следит. Покажи, покажи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты думаешь, кто его цель? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В доме Бешира стоят ваши камеры. У него под носом ваши люди. Почему вы хотите, чтобы я привёз его? Почему ваши люди не привезут? Наших людей нет. Бешир находит их и убивает. Но камеры находятся там, где их установили покойные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что он говорит? Не знаю. Чтобы понять, что они говорят, мне нужно видеть их рты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шо, они сейчас наблюдают за нами? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саваш, послушай, я буду откровенен с тобой. Мы знаем местонахождение Бешира, но мы не можем приехать и забрать его. Это технические проблемы. Я тебе так объясню. Мы не можем перейти границу, понимаешь? И американцы, и мы. Если что-то случится и нас поймают, Иран сочтет это поводом для войны. Поэтому ты поедешь и привезешь Бешира. Почему я? Почему не кто-то другой? Во-первых, вы граничите с Ираном. Во-вторых, есть два клана, которые могут приблизиться к нему. И вы один из них. В-третьих... Бешир убил твоего отца. Что? Как? Отец с братом. Твой отец целый год работал на нас. Он хотел завязать с этим делом, но Бешир не оставлял его в покое. Мы заключили с твоим отцом сделку. Он должен был привезти к нам Бешира, а мы забыть о его прошлом. Бешир. Твоему отцу пришлось работать на два фронта. Но однажды об этом узнал Бешир. Знаешь, что это был за день? День, когда твой отец и брат погибли в автокатастрофе. Это запись дорожных видеокамер. Включай. Дай крупный план. Стой. Посмотри на эту машину. Улучши качество. Еще лучше. Увеличь, увеличь, увеличь. Узнаешь? Узнаешь? Мне нужен Бешир. Но гораздо важнее данные, которые находятся в компьютере Бешира, сынок. Ты можешь принести мне труп Бешира. Хорошо. Но этот компьютер... Этот компьютер нужен мне целым и невредимым в рабочем состоянии. Поэтому я позволил ему сбежать от облавы. Как это? Ты специально отпустил его? Зачем? Что ты за человек? Ты нарочно подверг меня опасности. Сынок, мы приехали туда не Бешира отлавливать. Мы приехали спасать тебя. Пораскинь мозгами. Что бы было, если бы я в тот день поймал Бешира? Данные компьютера были бы уничтожены в тот же миг. Улетели бы на небеса. Вся бы информация пропала. Поэтому мы начали перестрелку снаружи. Чтобы Бешир сбежал. Мне нужен Бешир. Но Бешир только один человек. Если поймаю Бешира, то лишь его одного. Но мне нужны другие люди, понимаешь? Если я завладею данными в этом компьютере, я обесточу весь золотой треугольник. Что за данные? Вся грязь. Все связи. Все люди. Все люди, с которыми он работает. И еще много чего. Откуда ты знал, что я поеду в Иран? Я не знал. Я играл на Абум. Саваш. Ты отомстишь за отца. Очистишь свое имя. А твой сын, Омер... Твой сын... Ты избавишь его от необходимости считаться сыном предателя Родины. А я заполучу компьютер. Ты оказался в большой выгоде. Твой сын... Ты отомстил. 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 Добро пожаловать. Саваш. Фильм озвучен ТОО Прим. Фильм озвучен ТОО.